МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрацию Мурманска наградили в рамках конкурса «Городов России. Семья и город. Растем вместе». Организаторами выступили фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ассоциация малых и средних городов России. Накануне в столице Заполяря прошел целый ряд мероприятий по укреплению семейных ценностей, поддержке семей с детьми, профилактике детского неблагополучия, повышение ответственности родителей за воспитание своих малышей. В том числе это дворовые, праздники спорта, фестивали культуры и многое другое. Мурманск в проекте участвует регулярно и получил сразу две награды. За многолетнее лидерство в конкурсах «Городов России. Города для детей» муниципалитет был награжден памятным призом и дипломом. А за активную работу в области реализации социально значимых проектов главе администрации Андрея Сусоеву вручили благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эта победа не единственная в этом году. Какие были еще и какие проблемы городская власть решала в 2017-м, рассказал глава администрации города Андрей Сусоев на отчете перед Общественным советом. Несмотря на официальный статус, такие встречи обычно проходят в форме диалога. Вот и глава администрации города-героя Андрей Сусоев ответил на все интересующие вопросы активных горожан. Участники затронули тему благоустройства общественных зон, ремонта автомобильных дорог. Поинтересовались общественники и программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На пересечении улицы Пономарева и проспекта Кольского готовятся к сдаче многоквартирный дом, куда в том числе будут переселять жильцов ветхих деревяшек. Но это только одна из функций необычного здания. На первом этаже там будет бассейн, будет магазин большой, значит, продовольственный. Поэтому вот такой вот процент будет хороший. В Первомайском районе у нас бассейнов нет. И вот он появится с окончанием вот этого строительства, вот этого лобника. Также кредитначальника спросили о взрыве газа на улице Зеленой. На ликвидацию последствий пожара потребуется время. Специалистам необходимо установить причины аварии. А у тех, кто проявил отвагу на ликвидации пожара на Зеленой и других чрезвычайных происшествий, глава администрации выделил особо. Свой профессиональный праздник спасатели отмечают в конце декабря. И накануне торжественной даты они получили заслуженные благодарности. Наша служба не профессия, а повседневный образ жизни. Мы не имеем права на проявление слабости характера, только профессионализм. Дата для торжественного события выбрана не случайно. 27 декабря в России отмечают День спасателя, который можно отнести и к родоначальникам. Конечно, бороться с огнем и выводить из горящих подъездов людей с задачей подготовленных специалистов. Но обычно на месте крупных ЧП необходимо присутствие представителей муниципальных властей, чтобы оперативно решить вопрос с расселением или помощи пострадавшим. Это моя должностная обязанность. В том числе я должен обеспечивать безопасность граждан. И, конечно, от того, насколько своевременно, правильно принимаются решения в такие непростые моменты, в первую очередь зависит безопасность граждан наших. И, конечно, должен присутствовать, обязан присутствовать на всех этих, к сожалению, неприятных событиях. К слову, Андрей Иванович не только вручал, но и сам получил награду. Причем необычную. Немногие слышали о Всероссийском обществе спасения на водах. Тем не менее, учреждению в этом году исполнилось 145 лет. Местные руководители решили пошлить главу администрации Мурманска за помощь и поддержку движения. Эта медаль очень значима. Она присуждается и тем людям, которые принимают участие именно в профилактических мероприятиях, в работе по спасению людей, особенно профилактика для детей. Несмотря на предстоящие праздники, новогодние каникулы для спасателей начала года сложный период. Прежде всего, связанные с повышенной готовностью. Ведь во время продолжительных выходных жители региона обычно теряют длительность. Да и самые популярные в это время развлечения. Фейерверки и петарды требуют особой осторожности в обращении. Пока спасатели готовятся охранять нашу безопасность во время новогодних каникул, мурманская детвора уже чувствует волшебство праздника. В столице Заполяря прошли городские елки. Приглашение получили 3000 ребят. Предпраздничное событие они первый год организуют в детской театральной школе. При этом в представлении задействованы начинающие артисты, ученики образовательного учреждения. С рулей аниматоров юные таланты здорово справляются. И как опытные психологи пытаются подключить к игре каждого, даже самого замкнутого и растерявшегося ребенка, оказавшегося в непривычной обстановке. Ну, во-первых, нужно обязательно познакомиться с ребенком, узнать, к какому типу он относится, кто хочет играть или кто не хочет, и ищешь для него занятия. Ну, обычно старшие дети сидят в стороне и просто наблюдают, а маленькие играют в наши волшебные станции. Новый год – праздник, который очень надолго откладывается в памяти. Особенно и секретные воспоминания, связанные с возрастом, когда каждый из нас еще верит в сказки. Да, я верю в детство. Почему? Ну, потому что... А подарков от него ждешь? Каких? Две пачки больших лего. Для меня Новый год – это большой хороший праздник, где можно повеселиться. В этом году организаторы городских елок решили выбрать необычную новогоднюю постановку. «Лоскотики облако» – история о том, как с помощью дружбы удалось вернуть засушливый регион воду. А сколько стоит 1,2? Две серебряные! Две серебряные! Две серебряные! Новогоднее настроение создают не только веселые спектакли, но и, конечно, елочные базары, которые будут работать в Мурманске до 31 декабря. Здесь можно купить и пушистую красавицу, и веточки. Они подарят и атмосферу праздника, и хвойный аромат. Если именно еловые лапы, вот эти букетики, то их надо держать в горячей воде, ну, в сладко-горячей воде, тогда они простоят дольше. И чтобы она была горячей. Судя по тому, какой богатый ассортимент представляет на елочных базарах предпринимателей, спрос на живые ели растет. Свой товар коммерсанты везут в Мурманск со всей России и даже зарубежья. При этом на прилавках магазинов сейчас достаточно и искусственных деревьев, любых видов, расцветок и конфигураций. Новый год сегодня уже царит во всех округах Мурманска. Помимо праздничной иллюминации, деревянных горок, жители города радуют три ледяные горки, из которых можно с ветерком прокатиться на ледянке и 17 скульптур. Первые посетители уже с удовольствием фотографируются рядом со скомарохами. Фигур, конечно, не так много, как в прошлом году, но центральная городская площадь и без того заставлена консолями и панно. Последний композиционный штрих, вносящий еще больше разнообразия в густе арт-объектов, два шара разных диаметров. В ближайшее время металл закроют светодиодами, а внутрь одной из конструкций можно будет даже зайти и загадать желание. Проходной он у нас около 2 метра высотой проход, чтобы можно было внутрь пройти его насквозь. И у нас еще около второй шар, рядом с ним композиция составляющая, это 3,5 метра. Желающих не просто полюбоваться красотой, а проверить световые панно и фигуры на прочность находится много. Поэтому рядом с объектами дежурят полиция и сотрудники охранного предприятия, а во многих парках стоят камеры наручного наблюдения. Провести новогодние каникулы интересно и с пользой. В Мурманске дан старт традиционной акции «Лыжня зовет». Каравай, песни, игры от волка, забивайки, миньонов и деда мороза. На КП-2, где находится спорткомплекс «Снежинка», состоялось торжественное открытие 47-го массового конкурса «Лыжня зовет». Это конкурс общенародный, городской, пользуется большой популярностью. Лично я участник всех этих конкурсов, начиная со школьной поры. А сейчас особенно приятно, что в городе Мурманске развивается инфраструктура физкультуры и спорта. Участники лыжни и дошколятые, те, кого можно считать ветеранами. Многие выходят на старт уже более 45 лет и не представляют своей жизни без традиционного лыжного забега. Я участвую в конкурсе «Лыжня зовет» 1971 года. Это я открываю 47-й сезон. В этом году, нет, на следующий год будет уже юбилей, 80 лет. На улице ниже минус 20 градусов, ноги греются у разведенного костра, пьют горячий чай с пирогами и даже занимаются фитнесом вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А вот мурманского моржа Вадима Корпушова мороз только бодрит. Самому эпатажному участнику соревнований уже исполнилось 70 лет. Большую часть жизни он не расстается с лыжами. Говорит, что это его секрет здоровья и долголетия. Все время хожу на лыжах, если лыж нет, летом бегаю все время. У меня есть дистанция своя. Все время иду, допустим, в Долиную Уют, иду пешком до Могильного. Мы не стремимся к рядом. Ну, дадут, значит, дадут, а так, ради Бога. Городской конкурс продлится до весны. Участникам может стать любой желающий. Спортсменам надо оформить на КП-2 дневник учета пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на трассу. В апреле члены комиссии по этим данным определят победителей, которые получат копки, медали и памятные призы. На мой взгляд, вот этот год стал особенно приятным в том смысле, что и биотуалеты, и возможности на освещенной лыжной трассе заниматься, и увеличить ее дистанцию, они совершились. Удобнее стала и сама лыжня. С этого года ее подключили к городской системе освещения. До спорткомплекса «Снежинка» курсирует бесплатный автобус от улицы Радищева. Вместе с трассой в 2 километра 200 метров теперь работает новая 5-километровая. В планах построить домик лыжника, где можно будет переодеться, отдохнуть и выпить чай перед выходом на лыжню.